Сегодня интернет пестрит персональными данными. Информацию можно узнать абсолютно о каждом человеке. Как сохранить то, о чем должны молчать, обсуждали на лекции юридического факультета. Лектор, кандидат юридических наук и преподаватель СПБГУ Владислав Архипов рассказал студентам о состоянии персональных данных в эпоху постправды. Он убежден, что свои данные не стоит публиковать в разных социальных сетях, ведь это может сыграть против вас. Самый простой подход заключается в том, чтобы постараться поменьше ими делиться в тех случаях, когда у вас есть выбор. В некоторых случаях, на самом деле, в рамках взаимодействия в информационно-телекоммуникационных сетях у вас, конечно, нет выбора в принципе. То есть вам для того, чтобы воспользоваться определенной услугой, нужно будет либо ряд данных предоставить, либо, например, эти данные могут, к сожалению, быть несанкционированы, скопированы, например, на тех этапах коммуникации, над которыми у вас уже нет какого-то контроля в принципе. Но первое правило, конечно, здесь сейчас это следить за тем, чтобы не оставлять свои данные на разного рода подозрительных ресурсах. Потому что по некоторым признакам, например, когда вас просят оставить платежные данные, протокол, ну то есть вы не видите замочка HTTPS или чего-нибудь еще, да, это уже тревожный звоночек для того, чтобы эти данные не оставлять. Ну и есть тоже и другие косвенные признаки, например, в принципе, подозрительный вид сайта, отсутствие грамотным языком написанных юридических документов. Вот по таким косвенным признакам можно уже попробовать свои риски модерировать. В 2016 году слово «пост-труф» объявлено словом года, но оно не утрачивает свою актуальность и сегодня. В условиях постправды распространение недостоверной информации становится нормой. Появляются новые технологии, например, дипфейк, позволяющий качественно подделывать не только фото, но и видео. Если как-то к этому все-таки подходить более прагматично, то стоит исследовать как можно больше источников и уже используя просто банальную логику сопоставлять факты и таким образом выявляли для себя свою личную позицию по тому, что все-таки является правдой, а что может попасть в эту категорию постправды. Ну, о чем то, что, к сожалению, мы не можем говорить о том, что наши персональные данные не находятся под чем-то взором, даже тех же мошенников, но, может быть, как-то хранить информацию, грубо говоря, на листочке и никому не передавать пароли, опять же. Плюс к тому, не заходить, может быть, на какие-то сайты, где, возможно, атака вируса и, опять же, захват этой информации. Персональные данные – это то, что не стоит распространять. Ну, а если уже так сложилось, что информация просочилась на просторы интернета, то тут, кроме как пожать плечами, ничего уже не остается. Ольга Безвуляк, Евгений Горяев, Вячеслав Макаров, Медиа-центр, СПБГУ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова